МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще школьником, в 60-е годы прошлого века, живя в Джисказгане возле советского космодрома Байконур, я увлекся ракетным моделированием. И вскоре понял принципиально неустранимые недостатки ракеты-носители. Например, коэффициент полезного действия у него менее 1%, тогда как у современного паровоза КПД – 15%. При этом каждый запуск тяжелой ракеты делает дыру в озонном слое нашей планеты размером в Францию. Мощность объективных двигателей каждой тяжелой ракеты – это порядка 100 миллионов лошадиных сил. Только представьте себе табун – 100 миллионов лошадей. При этом вся эта мощь выбрасывается в чрезвычайно уязвимом озонном слое планеты в виде чрезвычайно химически активного пламя. Это пламя имеет скорость в течение 4 км в секунду, что в 5 раз выше скорости самой быстрой пули, а его температура превышает 3000 градусов, что, например, в 2 раза выше температуры плавления стали. Порядка 100 запусков американских шаттлов в год приведут к полному уничтожению озонослоя планеты. Поэтому США делали ежегодно не более 10 запусков. Некоторые ракеты топлива, такие, например, как гептил советского протона, более ядовиты, чем циенистый калий. А ведь заправка одной такой ракеты – порядка 600 тонн топлива или 600 миллионов граммов. Этого яда, топлива только одной ракеты, грузоподъемностью всего лишь 6 тонн, будет достаточно, чтобы убить всю человечество – все 8 миллиардов человек. Я также понял, что ракета – всего лишь транспортное средство, которое не обеспечит создание космической индустрии будущего и спасение биосферы от техносферного гнета. Биосфера неизбежна и неотвратима будет уничтожена техносферой, которая создает на планете и развивает наша урно растущая технократическая цивилизация. Никому не удастся отсидеться в будущем на лазурном берегу или на частном островке в океане. Первобытные люди, жгущие косты в своем доме, в пещере, 20 лет умирали от рака легких. Затем они догадались вынести свои первые технологии за пределы своего дома и поэтому смогли выжить. Сейчас наш дом – вся без сферы планеты. Чтобы нам всем выжить завтра, необходимо будет вынести экологически опасную часть земной индустрии за пределы биосферы – ближний к космосу. Иначе нас постигнет судьба плесени в чашке петли. Съев все ограниченные ресурсы и загрязнив отходами своей жизнедеятельности ограниченное жизненное пространство, она неизбежно погибнет. Я окончательно осознал это около 50 лет назад. Нам осталось всего два поколения, то есть 40-50 лет до точки невозврата, когда конец нашей цивилизации станет очевидным и шутимым всеми, в том числе и политиками, которые сегодня и управляют этим процессом приближения нашего конца. И неважно, понимают они это сегодня или нет, нам, вернее нашим потомкам, от этого легче не станет. В конце 60-х годов прошлого века, учащаясь в Тюменском инженерно-стоитном институте по специальности «Инженер путей сообщения», я серьезно занялся анализом наземного транспорта. Я рассуждал следующим образом. Я ничего о транспорте не знаю. Знаю только законы физики нашего реального мира, в котором мы живем. И как, исходя из этого, сконструировать оптимальный наземный транспорт? Рассуждал просто, исходя из школьного курса физики. Допустим, я добрался из Тюмени в Москву на каком-либо транспорте, на велосипеде, на автомобиле, поезде, самолете или ракете. Какая при этом будет эффективность полезной транспортной работы? В Тюмени я находился на высоте 100 метров над уровнем моря. В Москве также на высоте 100 метров. Значит, моя потенциальная энергия, как груза, равна МЖН, не изменилась. В Тюмени моя скорость от действия поверхности земли равна нулю, так как я был неподвижен. В Москве также равна нулю, так как после прибытия, например, в аэропорт я опять буду неподвижен. Значит, моя кинетическая энергия, как груза, равная МВ квадрат делённого на 2, также не изменилась. При этом на перемещение каждого пассажира из Тюмени в Москву будет затрачено очень много энергии. Если перевести на топливо, порядка 100 литвов. То есть топливо будет затрачено больше, чем масса транспортируемого груза пассажира. С точки зрения физики полезная транспортная работа в данном случае будет равна нулю, так как после транспортировки энергетическое состояние груза не изменилось. Поэтому если разделить ноль, это полезная работа, на Е, это затраченная энергия, то получим ноль. Это есть коэффициент полезного действия любой наземной транспортной системы. Он всегда равен нулю. А ноль, что очевидно, что хорошо известно, нельзя усовершенствовать. Тогда я начал рассуждать дальше. Если ноль, нельзя усовершенствовать, то куда же была потрачена энергия на мое перемещение по поверхности Земли? Оказывается, все 100% энергии расходуются не на полезную работу, а на борьбу с окружающей судьбой и на ее разрушение. То, что мы называем экологией. Это проявляется в выбросе выхлопных газов, шуме при движении подвижного состава, вибрации Земли, выстаряние шина, свальта, рельса, селёночной подушки и так далее. Поэтому в наземном транспорте необходимо свести к минимуму борьбу с окружающей судьбой и ее разрушение. И меня интересовало, в первую очередь, высокоскоростного движения, так как мы живем в мире все более высоких скоростей. Но поскольку мы живем не на Луне, где вакуум, а на Земле, где есть атмосфера, то меня заинтересовала аэродинамика, вернее, аэродинамическое сопротивление скоростного движения. Формула мощности аэродинамического сопротивления оказалась простой. Это мощность профессиональной плотности воздуха, площадь поперечной течения корпуса транспортного средства, так называемый МИДель, коэффициенту аэродинамического сопротивления и скорости движения. При этом скорость стоит в этой формуле в кубе. Что это означает? Например, если мы движемся на легком автомобиле со скоростью 100 км в час и двигатель расходует на аэродинамику 20 вт.с., то это немного энергии, порядка 4 литров топлива за час работы двигателя. А теперь увеличим скорость движения этого же самого автомобиля до 500 км, ну естественно, мысленно. Скорость увеличилась в 5 раз. Заводим 5 в третью степень, получаем 125 раз. Во столько раз увеличилась мощность аэродинамического сопротивления. Умножаем 20 л.с. на 125 и получаем 2500 л.с. Это мощность трех танковых двигателей. Такой двигатель будет расходовать на аэродинамику уже 500 литров топлива в час, вместо 4 литров при скорости 100 км в час. Дальнейшие исследования позволили найти решение получения высокоскоростной аэродинамики, например, в 7 раз по сравнению с таким спортивным автомобилем, как Бугатти Верон. У Бугатти в счетом антикрыла ЦИХ равен 0,42. А у скоростного юнимобиля на основных колесах ЦИХ равен 0,06. То есть в 7 раз меньше. При этом Бугатти везет всего 2 пассажира, а юнимобиль 20 человек. Эти результаты получены экспериментально путем многократных продувок в аэродинамической трубе и запатентованных. При этом половина улучшения достигнут за счет устранения эффекта крана, так как рельс автомобиль на стальных колесах, названный мною затем юнимобиль по-английски ЮКОТ, длится не по сплошному полотну, а по двум тонким струнным рельсам. Сейчас у меня в планах улучшить ЦИХ еще на 20 процентов до значения порядка 0,05, что приближается к теоретическому пределу, равному 0,04. Если на аэродинамику уходит 9 десятых всей энергии при высокостном движении, то куда уходит остальная одна десятая часть? Оказывается, на подвес транспортного средства относительно путевой структуры «Пришлось изучать различные системы подвески. Магнитную и воздушную подушку и традиционное колесо, как пневматическую шину, так и станок. Оказалось, что самая эффективная система – это воздушная подушка. Не лучше, магнитная подушка. Например, транспортной системе «Транстропид», разработанной компанией «Сименс» и реализованной в единственном проекте «Шанхай-аэропорт», суммарный коэффициент полезного действия магнитного подвешения и линейного электродвигателя не достигает и 15%. То есть КПД системы привода у «Транстропида» ниже КПД современного паровоза, синонима энергетической музыки. Оказалось, что самая эффективная система подвеса – это «Странное колесо» – «Странной рельс». Сказанное полезное действие 99,8%. Так как усиленно 2 кг можно двигать по результатному рельсовому пути тележку весом 1 тонн. Потери здесь на порядок при высоких скоростях и на два порядка меньше, чем у системы пневматическая шина ассортобетонное полотно. У того же «Бугатти» при высокой скорости движения на колеса уходит примерно 500 мощности двигателя или 100 литров топлива в час. Если бы у него были стальные колеса, то на них уходило бы всего 10 литров и 2 литра топлива в час. Затем мне пришлось совершенствовать и само стальное колесо. «Венемобиле» в два раза эффективнее, чем традиционная железнодорожная колесная пара. Поэтому у того же «Бугатти» на наших стальных колесах на преодолении сопротивления к качению колес расходовалось бы не 500, а только 5 л.с., 1 литра топлива в час. Расход энергии на движение – это эмоциональные издержки, которые необходимо внести каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждые сутки, каждый год, каждое столетие. Например, самая длинная в мире железнодорога – это российская Транссибирская магистраль, протяженностью около 10 000 км. И здесь поезда тратят и тратят, причем неэффективно. Вот уже в течение 105 лет энергию на перемещение миллиарда тонн грузов на тысячи километров. А это расход миллионов и миллионов тонн топлива. А если взять авиацию, то только один аэробус А380 за весь срок своей эксплуатации сожжет более 2 миллионов тонн авиационного керосина. То есть более тысячи ежедорожных эшелонов, 40-50-тонными цистернами с топливом в каждом таком поезде. Но ведь есть еще и капитальные затраты на строительство любой транспортной системы. Любая дорога может быть построена в трех вариантах исполнения. Первая по поверхности земли в земной насыпи. Вторая под землей в тоннеле. И третья над поверхностью земли в стакадном исполнении. Но более дешевый вариант это очевидно в земной насыпи. Он и самый экологически опасный. Насыпь уничтожает почву. Сегодня в мире закатана в асфальт и похоронена под шпалами территория, превышающая, например, площадь Великобритании более чем пять раз. Эта земля мертва. На ней не растет растительность, которая вырабатывает кислород, нехватимый для жизни на планете, в том числе для нашего с вами дыхания. земной насыпь, грунт, который уплотняет на 10% в сравнении с естественным зареганием, это низконапорная плотина, которая перерезает истоки рек, движения грунтовых и поверхностных вод. Это приводит к заболачиванию с одной стороны насыпи и к опустыниванию с другой. Поэтому мы часто видим засохшие деревья и даже целые леса и сухостоев рядом с дорогой. Насыпь перерезает пути миграции животных и мешает цехвозяйственной деятельности. Подземные же тоннели очень дороги. Сегодня прокладка одного километра транспорта тоннеля под землей обойдется заказчику в сотни миллионов долларов, иногда и миллиард долларов. Тоннели пассажиру некомфортно. Мы ведь неподземные жители и небезопасны для жизни. Уже известно, что, например, в московском метро можно находиться безопасно для человека только первые три секунды. всего остального времени метро начинает разрушать наш организм. Изолировано сжатое пространство, сильнейший шум и вибрации, сильные электромагнитные поля и другие неестественные воздействия очень любые организмы человека. Тогда остается эстакадо. Но она имеет высокую материаломкость, десятка тысяч тонн стали и бетона на каждый километр протяженности и, соответственно, высокую стоимость. 100 миллионов долларов и за километр и более. Но если мы уберем слошное полотно и ставим только узкие полоски для движения колес, то дешевим пролетное строение на порядок. А если сделаем конструкцию подлиннее неразрезной, то есть без температурных швов, то увеличим суши способность эстакады вдвое. При этом, чтобы исключить сжатие и потерю устойчивости, путевую структуру необходимо растянуть в продольном направлении, то есть сделать ее предварительно напряженной. Так был создан концепт оптимальной надземной транспортной системы, названной позднее ЮСТИ, Юнистский стрим технологии. Ее основные элементы. Первое. Неразрезная от предварительно напряженной рельсострудной стакады. Второе. Рельса в электромобиле на остальных колесах, Юнимобиле, имеющей исключительно высокую аэродинамичность. Меня всегда интересовало, как социально ориентированного человека, что дадут человечеству мои изобретения не только сейчас, но и в даленном будущем. Так была сформирована идея струнного рельса, которая затем, через четверть века, в 2001 году, была практически опроба на первом тестовом полигоне в России, в городе Озеры Московской области. При весе путевой структуры всего 100 кг на погонный метр, рельсострунный пролет длиной 48 метров был в два раза жестче традиционного капитального моста. грузового грузового автомобиля ЗИЛ-131 весом 15 тонн, при своем движении прогибал путевую структуру всего на 30 мм. Это составляет одну 1600 часа длины пролета, тогда как у капитальных мостов допустимая относительно жесткость 1,08, то есть в два раза больше. Также казалось, что когда верх опоры закреплен за неразрезную конструкцию пути, то нестущая способность опоры увеличится в восемь раз. Значит, опоры могут быть в десятки раз дешевле, так как в дополнение к этому весовая нагрузка от легкой эстакады будет на порядок меньше, чем в традиционных балочных мостах. Немного цифр. В мире за последние сто лет построено около 60 миллионов километров дорог автомобильных и железных. Если их заменить на транспортную коммуникационную сеть ЮНЕТ, построенную по технологиям ЮСТ, то это даст социально-экономический эффект в масштабах планеты и всего человечества. Первое. Благодаря второму уровню размещения и противосходной системе подвижного состава, аварийность на транспорте снизится более, чем тысячу раз. она будет ниже, чем сейчас в авиации. Это спасет от гибели на дорогах за сто лет не менее ста миллионов человек. И от инвалидности не менее одного миллиарда человек. Это будет более значимо, чем прекращение всех войн на планете, чем потери от терроризма и производственного травматизма, чем потери от стихийных бедствий, землетрясений, цунами, извержения вулканов, вместе взятых, так, как там суммально гибнет людей в три раза меньше. В среднем около 500 тысяч человек в год. В то время, как на дорогах мира ежегодно гибнет около полутора миллионов человек с учетом послеваренных смертей в больницах, и более десяти миллионов с инвалидами и коллегами. Автомобиль оказался значительно опаснее, чем автомат Калашникова и атомная бомба. Второе, благодаря стаккадному исполнению, землепользователям будут возвращены территории, суммарно превышающей площадь Пяти веки Британии. Как было отмечено ранее, эта земля сегодня занята дорогами, развлеченными на первом уровне. При этом, в десять раз больше территории почв, прилегающей к таким дорогам, будет спасена от загрязнения транспортными канцерогенами и экологической деградацией. Социально-экономический эффект по этому показателю за сто лет превысит сто триллионов долларов. Третье, благодаря стаккадному исполнению, не будет необходимости перемещать из карьера в насыпи дорог порядка одного триллиона кубических метров грунта и наносить этим огромный экологический исчерп природе планеты. Социально-экономический эффект по этому показателю также превысит сто триллионов долларов. Четвертое, благодаря низкой материаломкости рельса струнных эстакад, на лист строительства будет сэкономлено, в сравнении с традиционными транспортными эстакадами, стали более двусот миллиардов тонн, бетона и железобетона более триллиона тонн. условного топлива. сэкономить в 5 раз превышает мировые запасы нефти. Социально-экономический эффект также превысит тысячу триллионов долларов. Есть еще дополнительное преимущество технологии вести на мировой сети социально-экономический эффект которых за сто лет превысит триллион долларов. Шестое, в двигателях автомобилей и топках электростанций не будут дополнительно сожжены триллионы тонн атмосферного кислорода. Седьмое, на возвращенной биосфере плодородной почве зеленые растения дополнительно выработают триллионы тонн кислорода. Восьмое, в атмосферу почвы и воду не будут выброшены триллионы тонн экологически опасных ядовитых и канцерогенных продуктов горения топлива. Девятое, сетью струнных дорог можно легко совместить линии электропередачи и линии связи, зашив их путевую структуру. Поэтому в будущем вся энергетика и весь интернет на планете будет у нас UST. Таким образом, суммарный социально-экономический эффект от создания мировой сети Юнет превысит 3 тысячи триллионов долларов в 21 веке. Такой проект жизненно необходим нашей цивилизации и нашей планете. Я хочу все свои заработанные в технологии Юнет инвестировать в разработку еще более значимой космической программы «Успейс» на английском. Эту программу сегодня никто не готов финансировать. Ни Россия с ее Роскосмосом, ни Соединенные Штаты Америки с их НАСА, ни организация объемных наций. А ведь только научно-исследовательские опытно-конструкторские работы по этой геокосмической программе потребуют более ста миллиардов долларов вложений. Основа этой программы это неракетный геокосмический транспорт по маршруту Земля-орбита Земля. Общепланетарно-транспортное средство, сокращенное АТС. Этот транспорт также струнный. АТС способен за один рельс доставить на орбиту до 10 миллионов тонн грузов и до 10 миллионов пассажиров. Причем экологически чисто, так как АТС является обратимой электрической системой. При этом себестоимость геокосмических перевозок будет снижена минимум в тысячу раз в сравнении с традиционными ракетами-носителями. Реализация программы КАМИР, затраты на которую оцениваются в несколько триллионов долларов, обеспечит переход земной цивилизации на новую ступень развития. Она станет космической цивилизацией, у которой индустрия будет вынесена за пределы ее дома, планеты Земля. У нашей цивилизации значит и у наших внуков и правнуков появятся безграничные возможности для дальнейшего технологического развития. Без конфликтов между земной биосферой, созданной Богом, и индустриальной техносферой, созданной человеком разумным. и есть еще один вопрос, который волнует меня с детства. Я всегда понимал, что мы не одни во вселенной, что есть цивилизации, которые обогнали нас в развитии на миллионы лет. Почему же они не вступают с нами в контакт, не помогают нам в развитии? Сейчас у меня есть ответ на этот вопрос. Нельзя вступить в контакт с дикарями. О чем можно общаться с цивилизацией, которая раздираема войнами, которая размахивает ракетно-ядерными дубинками, ежегодно тратит триллионы долларов только на то, чтобы убивать друг друга. Это мы не готовы вступать в контакт, а не они. Но когда на планете Земля будет реализована программа Камир, мы станем космической цивилизацией. Ведь эту программу можно реализовать только силами всего человечества. Для этого всем странам нужно будет прекратить войны, обнить научные, экономические и производственные возможности, и всем миром вынести в космос вредную земную промышленность, металлургию, химическое производство, энергетику, горнобывающую промышленность и так далее. А на Земле оставить поля, леса, луга, реки, моря и чистый воздух, а также все человечество. К тому времени порядка десяти миллиардов человек. Вот тогда нашу цивилизацию примут в космический клуб, и с нами вступят в контакт другие цивилизации, прошедшие аналогичный этап в своем технократическом развитии на своих планетах. Анатолий Юницкий, инженер нового мира. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Глобал Стар Клаб. Глобал Стар Клаб. Глобал Стар Клаб. Глобал Стар Клаб.